С теми поговорить про рендеринг перформанс. Это очень интересная тема, которую, кстати, Максим подкинул. Так что спасибо ему. И рассмотреть, как же это вообще работает. То есть, в принципе, как у нас рендерятся скрины, что же происходит при этом в браузере, как нам посмотреть, насколько хорошо оно работает, и как же нам это исправить, если оно работает не очень хорошо. В принципе, начнем с самого начала. Рассмотрим, что, в принципе, происходит на экране, когда мы открываем сайт, и в нем рендерятся некие фреймы. И обновляются они достаточно быстро. И если, может, кто-то слышал про 60 фпс, это вот как раз оно и есть. То есть, идеальный для человека результат, то есть, чтобы ему не казалось, что что-то притормаживает или что-то там чуть-чуть подключивает, чтобы ему было комфортно работать с сайтом или, в принципе, комфортно смотреть какое-то видео, оно должно быть в 60 фпс. А именно, оно должно обновляться каждые 16 миллисекунд. Вроде бы так, если подумать, ну, окей, за 16 секунд что-то можно сделать. К примеру, в принципе, JavaScript вполне может отработать. Вполне может отрендериться что-то на странице. Кажется, неплохо. Но стоит также помнить, что 16 секунд, они не только для нас, они, в принципе, для браузера и для всего того, что он будет делать. И нам остается не так уж много, а именно остается где-то 10 миллисекунд на то, чтобы мы успели сделать то, что нам нужно. И браузер смогут дальше, допустим, отработать тот же Carpache Collector или еще что-нибудь подменеджить на своей стороне. Просмотрим вариант, что может входить в эти 10 секунд. Не все так просто. Эти 10 секунд тоже не принадлежат полностью нам. Они развиваются на разные слои, и не каждый слой отвечает за проработку чего-то своего. На что же можем повлиять мы? В принципе, на все. Но снова-таки стоит помнить, что абсолютно на каждый из этих слоев отводится определенное время, чтобы мы могли успеть отработать за один фрейм и вложиться в те 16 миллисекунд, которые нам изначально отведены. Посмотрим, что же в это входит. В это входит отработка JavaScript, либо апдейт каких-нибудь стилей, с которыми мы работаем. То есть, допустим, мы хотим добавить какой-то класс или проапдейтить какие-то просто инлайновые стили, или, может быть, JavaScript подвигать какие-нибудь элементы. Любое действие, которое связано с отображением этого на экране, должно вложиться в 3 миллисекунды. В принципе, любой скрипт, который отрабатывает, если он вложится в 3 миллисекунды, он не тормознет остальные активности, и у нас не будет вот этих вот мелких подлагиваний. Что еще у нас есть возможность сделать? У нас происходит пересчет стилей. Если мы добавляем какой-нибудь класс, соответственно, у нас меняются стили. Браузеру надо абсолютно все это пересчитать заново. То есть, он не добавляет там просто стиль, а делает полностью перестройку того, как работает стиль. И в идеале мы должны вложиться в 1 миллисекунду, чтобы не было никаких подтормаживаний. Если у нас просчитались стили, и в них что-то поменялось, у нас отрабатывает layout. Layout как раз и будет отвечать за то, как оно все выстраивается на странице. То есть, если мы двигали какие-нибудь элементы тем же JavaScript, они на этапе layout должны перекропироваться и ставить какое-то место. Layout занимает достаточно много времени на выполнение, и в принципе, обычно он укладывается в 5 миллисекунд, если у нас нет никаких проблем с ним. И это вполне нормальный такой результат, чтобы мы не вышли за наши 16 миллисекунд, не вышли за пределы наших 60 FPS. Что же происходит дальше? Если что-то менялось на этапе layout, у нас по-любому будет отрабатывать paint. Paint это и есть как раз отображение всего на экране. То есть, если что-то перерисовывается, причем неважно, это может быть какой-нибудь скролбар, который браузерный, он все равно перерисовывается. То есть, что-то будет перерисовываться на странице. И тут уже все зависит от того, как много всего будет перерисовываться на странице. И может занимать очень много времени. И, как вы видите, до 30 миллисекунд, и даже больше, я смотрела примеры подлагивающих таких сайтов, у них paint мог занимать до 100 миллисекунд и больше. Соответственно, таким образом мы никак не вкладываемся в наши 10-16 миллисекунд, и это будет не 60 фпс, а 30 фпс, 15 фпс, вплоть до 2 фпс, в зависимости от того, как долго будет наш paint отрабатывать. Соответственно, не стоит рассчитывать, что мы можем легко добавлять стиль, двигать все, когда хотим, и оно будет перерисовываться, и все равно все будет красиво для пользователя. Нет, ему уже, скорее всего, при любой перерисовке страницы будет некомфортно. И также последний этап после paint, который происходит, это композиция. То, как мы позиционируем элементы на экране. Но про это мы поговорим подробнее позже, потому что это не просто те элементы, которые мы ставим, а это больше вот как в фотошопе слои. То, как они будут накладываться друг на друга, как раз и будет происходить на самом последнем этапе. Поговорим подробнее про это все, отдельно про каждый из этих пунктов. Начнем с самого начала, с JavaScript. Это то, за что всегда все берутся. Что мы можем сделать JavaScript? Можем делать любые изменения, которые касаются того, что пользователь видит. Мы можем использовать анимации. Причем, снова-таки, если говорить про вот эту вот линейку того, что отрабатывает, если вы меняете что-то CSS, не JavaScript вроде бы, то оно все равно идет в категорию JavaScript. То есть что-то повлияло на то, что поменялось в отображении. Даже если это не был JavaScript, а, допустим, какой-то эффект, который зависит от импута юзера, то есть тот же маус какой-нибудь ивент, что-то такого плана, и оно все чисто CSS-ное, то оно все равно уложится вот в эту категорию. Вы произвели какую-то анимацию, вы что-то поменяли, и мы начинаем цикл с самого начала. Что еще может происходить? Вы можете обрабатывать какие-то данные, которые, допустим, поменяют положение элементов на странице, или добавят какие-то новые элементы на странице. И все будет JavaScript. И время работы JavaScript, оно будет, соответственно, задвигать все следующие этапы, и чем дольше работает скрин, тем позже начнется пересчет стилей, тем позже начнется прокраска этого всего, и тем позже пользователь увидит проапдейтин и результат на своей странице. С JavaScript в принципе все понятно, двигаемся дальше, что может происходить на этапе стилей. На самом-то деле банальный расчет того, что будет видеть пользователь. То есть у нас уже есть что-то в HTML, в HTML у нас есть наш дом, и у нас есть какие-то отдельные стили. И в принципе на основе того, что у нас уже есть, как раз браузеры будут проходить, считывать это все и делать некий новый свой CSS-ом. Что он из себя представляет? Он представляет такое же дерево, как и дом, но уже с наложенными на него правилами того, как оно должно быть застайлено. И на основе вот этого CSS-ома потом строится еще и рендер-три, в котором оно уже непосредственно построит именно то дерево, которое будет отображаться. То есть не изначальное, в котором есть все элементы, которые нужны, не дерево, на которое наложено то, как что встайлить, а именно то дерево, которое будет непосредственно рендериться. Соответственно, если вот вы видите на экране, у нас были какие-то стили, которые отвечают за отображение, то есть допустим мы скрываем что-то, то в рендер-три этого элемента уже не будет, потому что мы не будем его рендерить, нам не надо его отрисовывать, нам не надо с ними как взаимодействовать, его просто не будет. То есть таким образом это выходит некое оптимизированное дерево на основе комбайна CSS-а и непосредственно дома. Ну, в принципе, это и есть результат того, что происходит на этом этапе. Переходим дальше. Лей-аут. То непосредственно как из вот этого рендер-три будет происходить позиционирование этого всего на странице, то есть как одни элементы будут взаимодействовать с другими на странице. И тут стоит учитывать то, что если у нас происходит лей-аут, то одни элементы могут повлиять на других. То есть если мы, допустим, меняем какую-то ширину или меняем высоту или еще что-то, или двигаем как-нибудь по странице, позиционируем этот элемент, то, соответственно, это может повлиять на другие. То есть если мы там скажем, что этот элемент позицион абсолют, то все другие за ним тоже сдвинутся, и вот это все заново надо пересчитывать. И очень часто на этапе лей-аута пересчитывается вся страница. То есть вы поменяли какой-нибудь совсем маленький кусочек, и у вас все равно происходит перерасчет всего, что происходит на этой странице. Пересчитали, двигаемся дальше, и у нас происходит Paint. И вот тут, не знаю, самая такая стандартная аналогия с Paint, это вот та программа Paint, которая была у всех на компьютерах. Да она и до сих пор есть. И там все рисуется по точечкам, и тут все рисуется по точечкам. То есть на этапе Paint как раз и происходит то, что у вас, допустим, есть какое-то векторное представление того, как оно должно отрисоваться на экране на основе всех предыдущих этапов. И на этапе Paint мы строим матрицу того, как попиксельно будет отображаться это все на каждом слое, который будет на экране. Все просчитывается, все прорисовывается, и вот получаем некую такую матрицу того, что будет на экране, уже такие готовые заготовочки слоев, прорисованные, которые будет видеть пользователь. И вот снова-таки я тут говорю про слои. Это уже ближе к тому, как работает тот же Photoshop. Это, я думаю, все видели, как в Photoshop можно, допустим, показывать или скрывать какие-то слои, и сразу видно результат, одно на другое накладывается, это можно подвигать и никак при этом не повлиять на другое часть рисунка. Так же само у нас есть композит, он как раз за это и отвечает. То есть он знает, что у нас есть какие-то слои, эти слои уже прорисованы на этапе Paint. То есть сколько бы у нас их ни было, они уже отрисованы, и все, что остается сделать, это подвигать их чуть-чуть, подвигать, может поменять прозрачность, как-нибудь модифицировать, может перевернуть. Это все, что делает композит. То есть у него есть слои, он их отдикторит. И после того, как прошел этап композита, все, то есть наш цикл закончился, и вот именно тут пользователь видит, что да, что-то поменялось, что-то про update.js. И вот это все должно вложиться в те, в идеале 10 миллисекунд, которые есть в фрейме. Если так задуматься, как же с этим работаем? Потому что 10 миллисекунд у нас очень мало времени, и тот же Paint занимает очень много времени, который не всегда сможет влезть. И давайте рассмотрим варианты того, а как можно оптимизировать этот процесс. В принципе, если у кого-то есть предложение, что может происходить, или как, допустим, мы можем убрать что-нибудь из этих этапов, можете говорить. Может быть, стараться поменьше двигать компоненты, господи, теги, типа всякими топами, позишнами и так далее. Да, в принципе, хороший вариант. Если мы не будем ничего... В принципе, идеальный такой вариант. Мы можем вообще ничего не делать, выбрать весь джон-скринт в стиле, и будет идеально. Ничего не будет отрабатывать. Не триггерить смену лейаута, потому что, когда мы чего-то делаем, изменяем какие-то размеры, и это может соцепить... Устроить, короче... Нужно учитывать, что изменяться может не только элемент, которым мы занимаемся, но и все подлежащие к нему, которые во флоу, так сказать, идут. И маленькое изменение может триггернуть огромное количество каскада дальше. Да, вот это, мне кажется, очень хорошая рекомендация. И, в принципе, как раз то, чего стоит придерживаться. Если рассматривать примеры того, что чаще всего меняется, это как раз мы можем что-то подвигать, как только что сказали. Если мы не будем чего-то двигать, то мы как раз убираем один из этих этапов. Соответственно, мы не будем делать лояут. Если мы не делаем лояут, то у нас есть очень большой шанс того, что мы не будем делать paint. Потому что, если помимо этого мы не меняли что-то, что касается цветов или бордеров, чего-то такого визуального, то у нас есть шанс убрать и тот же самый paint. А именно paint занимает очень много времени. Но тут стоит помнить, что если мы не будем делать вот этот шаг, и мы будем что-то двигать, то даже если у нас визуально ничего другого меняться не будет, то есть никакие цвета, ничего, то мы все равно попадем на paint, мы все равно вернемся на вот этот вариант. Соответственно, наиболее важная вещь это следить за тем, чтобы вы как можно меньше двигали все по странице. Тут есть вариант задуматься и, возможно, вам не нужно двигать эти элементы, то есть вам не нужно менять их размеры физически, вы можете просто сделать им трансформ. И такая операция будет занимать намного меньше времени, потому что вы пропускаете paint и layout, и все, что вам надо будет сделать, это просто разместить эти элементы на странице. Двигаемся дальше. 16 миллисекунд – это замечательная цифра, но ее все-таки очень мало, и стоит рассмотреть то, что в принципе происходит на странице, когда мы загружаем ее. У нас есть некоторые промежутки времени, у которых тоже есть свои таймлайны, в которые нам стоит укладываться. И если так посмотреть, то у нас есть этап загрузки. Раньше так часто любили говорить, что очень важно, чтобы этап загрузки не превышал… Были разные цифры, то 2 секунды, то 5 секунд. В идеале все, что происходит во время загрузки, не должно превышать 1 секунду. И в эту 1 секунду все, что нам нужно сделать, это загрузить то, что юзер увидит на первой странице. То есть очень часто параллельно, когда мы грузим страницу, у нас грузится абсолютно все. То есть мы, допустим, выгружаем целое полотно новостей, мы выгружаем очень много картинок сразу, какие-то видео сразу, начинается всякая магия, и это все делается сразу при загрузке. В данном случае это неправильный подход, потому что все, что нам надо, это чтобы за эту 1 секунду пользователь что-то увидел, чтобы у него не было вот этого белого экрана, он сразу увидел хоть что-то и уже начал думать, что же ему делать, как же ему взаимодействовать с нашей страницей. После этой 1 секунды обычно юзеры не начинают сразу прям кликать, делать, там скролить, еще что-то. То есть у нас есть некий промежуток, когда они просто осознают, что же они будут делать. В среднем такой промежуток занимает около 50 миллисекунд, когда мы можем догрузить что-то. Причем, ну это в среднем, но по факту он может занимать намного больше, то есть у нас где-то на бэкграунде есть время на то, чтобы мы догрузили какие-нибудь видео, догрузили картинки, которые не попали на первый скрин. И вот всякие вспомогательные действия, что-то, что не есть таким критическим функционалом, без которого пользователь не может начать работать. Но при этом стоит помнить, что у нас есть некое время на отклик, если пользователь что-то сделал, и есть время на то, чтобы анимировать что-то. И время на анимацию, чтобы не было каких-то вот ощущений, что что-то пошло не так, или что сайт подтормаживает, это 10 миллисекунд. Надо вложиться в этот промежуток, чтобы у нас произошла анимация. Если он будет больший, то будет казаться, что анимация идет столько рфками, что уже не очень приятно для взгляда пользователя. Если же он что-то делает, допустим, кликает мышкой, или там вводит что-нибудь, то время отклика должно быть не более 100 миллисекунд. Тогда оно будет казаться более естественным, вполне комфортным, как вот так и надо. Но что же происходит, если мы решили воспользоваться тем временем, которое у нас есть на подгрузку какой-нибудь другой информации, и в это время пользователь решил взаимодействовать с страницей, то есть мы не успели загрузить, нам обязательно стоит учитывать, что есть такая ситуация, и что если пользователь начал что-то делать, и он ожидает от нас отклика, то нам надо остановить вот ту подгрузку всего того, что у нас есть на бэкграунде, и начать реагировать на пользователя, потому что это более критично, чем выгрузить все картинки, которые там где-нибудь на 10-й странице пойдут. Тут, в принципе, все понятно, и вот тоже такая очень важная фраза, о ней стоит запомнить, никогда не надо надеяться на то, что мы уложимся в наши тайп-фреймы. То есть это достаточно редкий случай, когда вам надо сделать много каких-нибудь апдейтов, и вы всегда будете укладываться в 10 миллисекунд. Нет, всегда рассчитывайте на то, что, ну, может, во-первых, браузер будет слегка медленнее работать, чем вы на то рассчитываете, или, может, что-то пойдет не так, и всегда пользуйтесь тем, что вы же можете подгрузить что-то заранее. То есть если там вам надо показывать пользователю видео какое-то, вы всегда можете подгрузить там иконки какие-нибудь для этого видео, или те же лодеры чуть заранее. Вам не обязательно их сразу показывать, но как только вы начнете грузить видео, пользователю так будет комфортнее, то есть он уже что-то увидит, и дальше будет спокойно понимать, что да, что-то происходит, я подожду, все в порядке. То есть даже если будет какое-то вот такое торможение в старте непосредственной работы, то есть, допустим, не успели бы заранее выгрузить само видео, но вы хотя бы выгрузили для него лодер, который вы сможете ему комфортно показать, и он сможет продолжить с этим работать. Это очень удобно. Также стоит запомнить вот эти вот четыре фазы и всегда рассчитывать на то, что у вас есть разное время в зависимости от того, что именно происходит сейчас в приложении, и вам, допустим, если вы делаете что-то, что происходит только на этапе загрузки, вам не обязательно разбивать все там методы на 4 секунды, 4 миллисекунды, потому что у вас есть целая секунда на то, чтобы обработать их. И вот там у меня потом будет в материалах, дальше в ссылочках, ссылки на определенные ресурсы, и там ребята составили таблицу, по которой они прикинули, какие активности есть смысл делать на каждом из этих этапов. И таким образом вы можете посмотреть и рассчитывать на то, что можно делать на каком-то этапе, и что не стоит делать на каком-то этапе, и это приведет к тому, что приложение будет выглядеть не очень. Так же самое вот часто такая рассматривается картинка, что если надо загрузить какие-то картиночки или там снова-таки какие-то ресурсы, то ничего страшного, пользователь нажмет, и потом это можно подгрузить, но снова-таки подгрузить при нажатии пользователя в 100 миллисекунд, скорее всего, вы не успеете, и стоит это делать заранее на этапе лоада. И таким образом вы можете видеть, что ребята не рекомендуют грузить какие-то ассеты во время анимации или во время респонса, потому что вы по-любому выйдете за пределы вашего фрейма. Они не рекомендуют делать тот же парс или отрисовывать что-то на экране, то есть это все занимает очень много времени, и стоит подумать об этом заранее, подготовить какие-то материалы и уже просто, соответственно, двигать их на экране тем же трансформом, допустим, менять opacity, и это будет наиболее оптимальный вариант для анимации и для отклика пользователя. Дальше логичный вопрос. Если все так плохо, если такое маленькое время, как это можно импровнуть? Но вот снова-таки вот эта вот табличка, это все хорошо, это все звучит очень идеально, но не стоит сразу бросаться и переписывать там огромнейшее приложение на то, чтобы разбить скрипты на более маленький, на то, чтобы все там пооборачивать в какие-то функции, которые будут сдвигать выполнение или там переписать все ваши стили на трансформы. То есть не обязательно, что это вам нужно. Перед тем, как что-то начать оптимизировать или перед тем, как там переписывать ваши рулы для проекта, что вот, надо делать теперь по-другому, вы всегда можете проверить, действительно ли у вас плохо с перформансом, именно рендеринга. Не надо делать каких-то оптимизаций, если вы не знаете наверняка, плохо все или хорошо, или же насколько оно хорошо, или насколько оно плохо. Да и если вы, допустим, примите какие-то рули и сделайте какие-то оптимизации, и потом захотите, допустим, отчитаться о результатах или сами просто порадоваться, что вот так круто, я такой молодец, я сделал мир лучше, теперь мой сайт будет грузиться быстрее. Но вы не будете знать, что он наверняка будет грузиться быстрее, если вы сначала не проверите, как медленно он грузился до этого. Соответственно, очень важный этап работы с рендерингом это уметь посмотреть, что же вообще происходит. Для этого можно использовать DevTools. Я думаю, я не знаю, кто-то уже работал с перформансом в тузах или с таймлайном, как раньше было. Я. Вот, замечательно. А какие впечатления? Ну, в принципе, закономерный ответ, что там все довольно сложно, надо перебороть себя и продолжать смотреть туда. Вот эта штучка очень интересная, этот пайчартик, который ты хочешь рассказать. Ну и вот этот мейн, то есть таймлайн сейчас изменился, теперь вот эта вот штука там появилась, более детально мейн, который. Вот то, что я как раз хотела рассказать, что не надо думать, что это очень сложно, оно на самом-то деле, ну, по крайней мере, сейчас с новыми DevTools'ами, оно уже не так сложно, и, в принципе, достаточно один раз разобраться, и уже можно использовать это все. Поэтому будет круто, если все после этой презентации пойдут на своем проекте, откроют DevTools'ы, зайдут в табу перформанса, нажмут кнопочку «Record» и покликают чуть-чуть по странице, и потом посмотрят, что же из этого вышло. Потому что на самом-то деле очень интересно абсолютно все, что происходит на странице. Если у нас останется на это время, я покажу, и там же будем, но, надеюсь, оно останется. Там очень много всего интересного. То есть, во-первых, вам не обязательно смотреть весь таймлайн, он будет выглядеть реально страшно, там куча всего, очень много информации, и вроде бы оно просто там какими-то цветами позначено, и непонятно, что происходит. Ну, что-то там, куча графиков, куча всего. Можно еще галочки понажимать, там, ну, столько магии появится. Но на самом-то деле все не так страшно, вы просто зумите это все до какого-то небольшого кусочка и смотрите уже непосредственно, что происходит. И если вы будете видеть вот такие вот фреймы, то при наведении на этот фрейм вы увидите, сколько у вас FPS использовало, ну, было в этом фрейме, то есть, сколько он отрабатывал. Мы видим, что на этом примере тут написано 21,6 миллисекунда, ну, то есть, это не вложилось в тот таймфрейм, который нужен для 60 FPS, а там, скорее всего, было около 30. И мы знаем, что что-то тут было все-таки не очень хорошо. Так же самое, вот эти все элементы, которые вы видите, они кликабельные, на них можно кликать, смотреть, что именно там происходило, там есть детали, по которым вы можете перейти и непосредственно увидеть, допустим, что вызвало этот пересчет в стиле или какие скрипты отработали. Более того, эти скрипты идут такими водопадиками, ну, в основном это скрипты идут водопадиками, вот видите, не всегда скрипты, иногда лоя вот пересчитываются лишний раз, это нехорошо. И вот этот водопадик, он как раз и показывает то, что затем вызывалось, то есть, что вызвало, что за собой. И таким образом вы можете следить, а что же было причиной того, что что-то пошло не так. То есть, не всегда вот то, что отрабатывают, это очень долго, и есть то, что надо оптимизировать. Иногда вот оптимизировать надо что-то, что вызвало эту реакцию. То есть, допустим, дело не в том, что там какой-то лояут очень долго отрабатывает или пейнт много времени занимает, а в том, что, допустим, скрипт, который был перед этим, неправильно с ним работал, и поэтому вызвал лишние перерасчеты, которые там в принципе не нужны были. Так же самое, вот этот чартик, про который сказал Максим, он тоже очень дошел, тоже полезный, потому что вы сразу можете видеть, сколько времени ушло на какую операцию, и как мы можем видеть, пейнтинг занимает очень много времени, и его стоит делать как можно меньше, потому что тут происходила куча всего, и всего несколько пейнтов, и они заняли очень много времени. также же у каждого слоя, назовем это нотами, то есть у каждого типа того, что происходит во время рейндеринга, есть свой цвет. То есть если это считается каких-то перерасчетов стиля, оно будет фиолетовым, если это скриптивные изменения CSS, оно будет таким оранжеватым, если это отрисовка, то оно будет зелененьким. Ну и, соответственно, если это композиция, оно тоже будет зелененьким. То есть так оно сгруппировано. Поэтому это очень интересно, попробуйте посмотреть, попробуйте покликать на все, что тут происходит, и в принципе оно будет понятно. Дальше тоже очень крутая штука, это очень много проблем как раз из-за пейнта происходит, что пейнт отрабатывает не так, как надо, пейнт отрабатывает не тогда, когда надо, при пейнте происходит что-то не совсем как должно быть, и вы можете это посмотреть отдельно, причем не обязательно по всему пейнту, то есть у вас, допустим, 10 раз за то время, которое вы записали, когда происходила отрисовка чего-то, и вы за все эти 10 раз смотрите общую статистику. Нет, вы можете выбрать какой-то один конкретный пейнт и посмотреть уже непосредственно в его профайлере, что же именно происходило, в ходе того, какие методы отрабатывали, что отрисовывалось, в каком порядке, и более того, даже видеть результат того, как оно отрисовывалось в самом этом профайлере. Для этого вы идете все так же в ту же Performance Tab, идете, записываете все так же самое. Единственное, что перед этим в сеттинсах надо включить, что вы хотите использовать дополнительные инструменты. Если во время записи вы не использовали этого, то скорее всего вы не сможете пользоваться пейнт профайлером, то есть вам придется перезаписать еще раз какой-нибудь флоу, который вы хотите проанализировать, и уже тогда вы сможете работать с пейнт профайлером и смотреть, как что-то отрисовывалось. Тут, в принципе, работает в пейнт профайлере все абсолютно одинаково с тем, как оно работает в обычном профайлере. Вы зумите до какого-то участка, который вас интересует, и вы сможете смотреть уже, что именно происходило там, и как, зачем, почему оно так отрисовалось. Ну и, возможно, как-то оптимизировать процесс того, как оно рисовалось. Но это не все. Так же самое вы можете анализировать то, что происходит на экране с помощью того, что находится в меню рендеринга. Идете просто в «Mod Tools», «Rendering», и там есть очень много галочек. Тоже очень интересно с ними всеми поиграться, потому что там можно, допустим, включить виджет, который будет всегда на экране, он будет показывать, какой сейчас фрейм пер секонд, и сколько сейчас памяти используется, и вам не надо будет для этого ничего записывать, он всегда будет висеть и показывать, а что же происходит сейчас. То есть, допустим, вы просто ходите по своему флу, тестите что-то, что вы делаете, и вы держите этот виджет на экране, и если что-то пойдет не так, вы сразу это заметите. Помимо этого, то, что касается пейнта. Очень большая проблема заключается в том, что зачастую перерисовывается что-то, что можно было бы не перерисовывать. В таком случае вы можете это просто проверить тем, что включить галочку Paint Flash, и если что-то на экране будет перерисовываться, вы это сразу увидите, она так очень ярко подсветится зеленым цветом, и вы будете видеть, у вас перерисовывается вся страница, у вас перерисовывается какой-то кусочек, может, вам есть смысл перерисовывать чуть меньший кусочек. И это то, что касается работы с пейнтом. А что там насчет виджета этого? Как он там называется? FPS метр. Вот он, третий. Выглядит он... А, мне далеко мотать сейчас. Вот. Выглядит он вот так вот. Он просто будет висеть в угол вашей страницы и показывает, что именно происходит. Вот. Еще одна очень интересная штука. Это после этапа пейнта, когда у вас происходит композиция разных слоев, вы не всегда можете управлять тем, сколько у вас слоев. Это происходит автоматически, и это замечательно. При желании вы можете добавить слои, которые вам нужны, есть CSS-свойства. Да, допустим, view change. Если вы добавите view change и там название property, которое вы собираетесь менять, то оно создаст новый слой под то, на что вы применили этот view change. И вы можете таким образом делать трансформы, которые не повлияют на весь layout, а повлияют только на этот элемент. И, соответственно, это будет происходить не repaint страницы, а только композиция. И чтобы видеть все эти слои, можно использовать вот эту вот замечательную галочку where borders. И тогда оранжевым цветом оно подсветит ваши слои. И это тоже неплохая штука, чтобы проверить, потому что если слоев будет очень много, то это будет есть очень много памяти и много ресурсов. Поэтому тут тоже стоит быть аккуратными и всегда помнить о том, что как бы не стоит экономить время за счет ресурсов. Потому что тогда страница тоже может умереть. Я надеюсь, что узами более-менее понятно. И вот теперь, когда мы знаем, как посмотреть, что же происходит сейчас, можно поговорить о том, как же это все можно сделать лучше. Пройдемся по всем слоям, посмотрим, что у нас, в принципе, происходит на них и как мы можем на них повлиять. Что касается JavaScript, самая первая рекомендация со всех ресурсов, которые вы можете найти, это использовать requestAnimationFrame. То есть если вы меняете JavaScriptом что-то, что изменит страницу, оберните это в requestAnimationFrame. Причем даже если оно уже обернуто в какой-нибудь setInterval или setTimeout или происходит после того, как к вам придет ответ сервера, ну вот что-нибудь уже отложенное, все равно оберните это в requestAnimationFrame, если оно влияет на отображение того, что происходит на экране. Так как ваш ответ сервера или ваш setTimeout может случиться не в начале фрейма, а где-нибудь в середине или в конце фрейма. Таким образом, у вас нет шанса в него вложиться. У вас по-любому будет какое-нибудь небольшое подтормаживание. Да, за один фрейм может быть юзер не расстроится, если потом все пойдет хорошо, но таких одних фреймов может накапливаться очень много. И если у вас есть такая возможность, просто используйте requestAnimationFrame для всего, что касается анимации. Единственное, что он не саппортуется в E9, если кому-то он еще нужен, но в таком случае можно просто написать полифил, допустим, заменить его setTimeout, и хуже от этого не ставят, а вот зато в других браузерах, которые его поддерживают, станет чуть-чуть получше для юзера. Еще такой интересный совет. Мне он не очень нравится, но все-таки, если вы много всего делаете с анимацией, то стоит разбивать все JavaScript-ровые таски на более маленькие, которые будут вкладываться в 3-4 миллисекунды. То есть, если у вас есть много логики, и она, допустим, делает изменение чего-то на странице, и ей нужно очень много всего просчитать, допустим, много всего сделать, то у вас есть тут два элемента, два хода решения данной проблемы. Либо вы развиваете это на маленькие подтасочки, и, соответственно, каждую из них выполняете в RequestAnimationFrame. Одну сделали, следующий кусок, который не влез, делаете RequestAnimationFrame и выполняете этот кусок кода там, и так, пока вы не выполните все, что вам нужно сделать. Либо же, альтернатива этому, это вынести это все в WebWorker. Ну, если же, конечно, не нужно использовать то, то выносится просто в WebWorker, когда WebWorker постит вам наверх обратно сообщение с результатами того, что вам было нужно, вы снова это оборачиваете в RequestAnimationFrame, и уже, когда придет время начало фрейма, оно отработает отображение, и очень большая вероятность того, что вы таки попадете в нужный вам фреймрейт. Еще такой интересный совет, это следить за тем, как вы используете память. Как бы это банально не звучало, вроде бы так подумать, как память связана с рендерингом, это две разные вещи, но вот те вот браузерные штуки, которые тоже требуют времени, иногда требуют его слишком много, если у вас проблемы с использованием памяти. Тот же самый Garbage Collector может отрабатывать более 10 миллисекунд, которые у вас есть, и он может съесть слишком много времени, таким образом, не дать вашим скриптам и вашим пересчетам стилей вложиться в нужный фрейм. Чтобы этого не происходило, ну, банально можно следить периодически за памятью. Вот если вернуться, сейчас, секундочку, у меня нет просто на этого там скрина. Если вернуться сюда и поставить в этом профайле галочку Memory, то тут появляется еще один график, который такими взлетами и падениями показывает вам, как используется ваша память, и можно, в принципе, проследить, нет ли у вас Memory ликов тех же самых или не уходит ли на Garbage Collector слишком много времени. То есть работа Garbage Collector тоже появится вот в этом вот мейн графике. Оно тоже будет, как и скрипты оранжевого цвета. Но вы можете посмотреть, сколько времени оно занимает, потому что иногда оно занимает слишком много времени и стоит этого избегать. И в таком случае стоит задумываться над тем, что, возможно, вы неправильно распределяете ресурсный рекорд на того. Ну и также цвет. В принципе, мне кажется, это вполне логично про любую оптимизацию, не только с рендерингом, но и, в принципе, старайтесь не тратить очень много времени на микрооптимизации. И не стоит очень много спорить над тем, допустим, какой цикл использовать или что будет работать чуть быстрее. Или, допустим, стоит ли вам перейти на побитовые операции, потому что это сэкономит вам какую-то долю микросекунды. Не всегда это стоит свечи. Иногда стоит задуматься над тем, что, возможно, вместо этого вам стоит просто по профайле и приложении найти, в чем действительно проблема, вместо того, чтобы рефакторить то, что не станет работать быстрее. Ну, и, соответственно, самый главный совет, я буду повторять это очень много на каждом слайде, всегда замирайте перед и после, потому что, если нет никакой разницы, то, скорее всего, вы не нашли проблему. И то, что вы исправляли, это было всего лишь симпатом, а проблема все еще где-то находится там. Может, есть вопросы на данном этапе? Тут все махают, что нет, поэтому двигаемся дальше. Дальше у нас идет перерасчет стилей. Что же при этом происходит и что же можно улучшить? Можно переписать наши селекторы. В принципе, на данном этапе только это может улучшить ситуацию. Если у вас очень сложные селекторы, там, выберем не десятого потомка, двадцатого сына, и там отрисуемся как-то, это все очень сильно влияет на то, что будет происходить. И, соответственно, чем проще ваши селекторы, тем быстрее пройдет перерасчет того, что происходит. Еще одна важная вещь, это то, чтобы ваши селекторы затрагивали как можно меньше элементов. То есть, если, допустим, этот класс, который работает только, и по нему есть только один элемент, который ему подходит, то такие изменения стилей, оно обработает намного быстрее, чем, допустим, это будет класс, который накладывается на то же более всего HTML, и по нему там где-нибудь внутри, еще с какими-то вложенными стилями один элемент изменится. То есть, вот такой вот перерасчет стилей займет намного больше времени, чем более конкретизированный класс. Класс. Также самое ребята из Google А рекомендуют использовать BAM. В принципе, я думаю, что не обязательно использовать именно BAM, можете использовать любой подход к стилям, которые вам нравятся. Основная суть в том, чтобы он делал более конкретизированный селектор, чтобы не было очень таких сложных, запутанных селекторов, которые затрагивают очень много частей вашего дона. Есть какие-то вопросы? Нет. Пока нет. Замечательно. Ну и снова-таки не забываем проверять до и после. Вы всегда можете посмотреть, сколько времени занял расчет стиля в зависимости от того, как вы изменили селектор, и увидеть, стало лучше или нет. Дальше. Лайаут. Что происходит в лаяуте? Главное помнить, что если меняется что-то в лаяуте, то почти наверняка это затронет весь элемент. И если что-то меняется в лаяуте, то не почти наверняка, а тут уже вообще наверняка мы будем делать paint. И это очень плохо. Соответственно, главный совет это избегать лаяута как только можно. То есть, если вы видите вариант, когда вам не нужно менять лаяут, сделайте это без изменения лаяута. То есть, если вы можете вынести это в отдельный слой, вам позволяют эти ресурсы, то вынести это в отдельный слой и просто сдвиньте это вместо того, чтобы позиционировать это. Еще один крутой совет это то, что мы живем в современном мире и почему бы не использовать флексбоксы. Замеры показывают, что флексбоксы работают намного быстрее, чем другие более старые варианты того, как можно позиционировать. Поэтому, если вдруг кто-то еще не разобрался с тем, как работают флексбоксы, это не проблема. Просто один раз попробуйте, там нет так много вариаций того, как оно все двигается и вообще оно работает круче, чем старые варианты. Поэтому не только быстрее, но и удобнее. Вообще замечательно. Поэтому используйте флексбоксы, это наше все. Также есть такая интересная штука, как force synchronous layouts. Что она из себя представляет, это то, что некие действия ваши в джаваскрипте, допустим, приводят к тому, что layout триггерится раньше, чем происходит отрисовка стилей и просчет стилей. Чем это чревато? Тем, что если мы сдвинем layout на этапе, где происходит джаваскрипт, и мы при этом поменяем что-нибудь в стилях, то после этапа layout у нас будет происходить этап перерасчета стилей и заново будет происходить layout потому что если меняется что-то в стилях, то layout по-любому должен быть пересчитан. И таким образом у нас появляются лишние этапы. Мы сделали что-то джаваскриптом, мы пересчитали layout, мы продолжили делать что-то джаваскриптом, мы пересчитали стили, мы пересчитали layout и только потом пошли на append и composite. Вот это все добавляет лишнее время, так как этот layout мы могли бы сделать только один раз. И вроде бы в единичном случае все не так уж и плохо, но подумаешь, потеряли лишнюю, допустим, 5 миллисекунд. Может быть в этот фрейм это не так страшно, мы все равно уложились, и ничего страшного не произойдет. Но частенько такое происходит, что именно вот эта штука делается в циклах. И вот тогда все совсем плохо, потому что можете профайлить ваше приложение, и если такое произойдет у вас, вы это сразу увидите, потому что это будет очень длинная такая полоса из фиолетовых маленьких палочек, которые идут одна за другой. И оно выглядит как одна большая фиолетовая, но как только вы наведете свой курсор на них, вы увидите, что это много-много палочек. Как происходит эта ситуация? Допустим, вы работаете с какими-то пропорциями. То есть, допустим, в нашем же приложении, вот недавно Сергей сидит, он делал метод, который пересчитывает размеры эдитора в зависимости от того, как поменялись размеры экрана. Из единоразового ничего страшного. Мы обратились к размерам нашего экрана, мы вызвали лояут, да, нехорошо, после этого мы поменяли размеры нашего эдитора, ну, ладно, так уж произошло, поменяли размеры, сделали еще один лояут, отрисовали, все вроде бы хорошо. Частенько, если это идет речь про какие-то списки, про какие-то таблицы, то это происходит не единоразово, а, допустим, происходит где-нибудь в цикле. Таким образом, можно не задуматься над тем, что, ну, вы все равно обращаетесь к одной пропорции, значит, скорее всего, оно ее где-то там закеширует, и ничего страшного не случится, оно ее закеширует, вы ее просто используете, но нет, оно ее не кеширует. Каждый раз, когда вы обращаетесь к этой пропорции, оно будет заново вызывать лояут, чтобы пересчитать лояут, не повлиял ли у вас уже раскрытовый код на то, что происходит на странице, и после того, как оно уже сделает этот лояут, оно даст вам значение. Таким образом, при возможности, всегда выносите отдельно обращение к каким-нибудь данным на экране, то есть, допустим, к тем же размерам вашей страницы или размерам какого-то элемента, или, допустим, позицией скролова на вашем окне. Если вы вынесете это до любых изменений стилей, то у вас не будет такой ситуации, когда вы, допустим, зациклите это все, и у вас будет синхронно вызываться лояут и один за другим. Поэтому обязательно проверяйте. Окей, двигаемся дальше. Принк. Дошли до самого страшного монстра, что же происходит при пейнте. Да, в принципе, самое страшное, это то, что практически, что бы вы делали на экране, оно вызовет пейнт. Не всегда, правда, оно вызовет пейнт всего экрана. Вполне вероятно, что оно вызовет пейнт какого-нибудь элемента на экране или группы элементов на экране. Но если вы меняете что-то в лояуте, у вас всегда будет пейнт. Если вы меняете какие-то стили, и даже если они не меняют way-out, у вас все равно велик шанс, что будет пейнт. Единственное, что вы можете сделать, не вызвав этап пейнта, это трансформ или изменение аппасити. Таким образом, выходит, что чем более оптимальный вариант, делать не дисплей нот, а менять аппасити до полностью прозрачного. Ну, как бы оно странно не звучало, но тем не менее, для браузера это более безопасная операция, чем изменение дисплей нот. Но, снова-таки, это валидно, только если то, что вы меняете, находится в отдельном слое. И вот про это как раз стоит поговорить, потому что делать очень много слоев неоптимально. Это расходует очень много ресурсов того же самого цеплу. Более того, оно расходует еще и память на это все. И не... То есть, если вам надо просто скрыть кнопочку, не стоит делать из этой кнопочки отдельный слой, то есть, это уже какая-то ненужная оптимизация, которая только хуже вам, скорее всего, сделает. В таком случае, вы можете просто сделать эти сплей ноны, потом ничего страшного один раз перерисуется. Если же это уже более большой кусок, то есть, допустим, это какой-то полноценный биржит, и вам надо его периодически двигать, и, возможно, скрывать, тогда есть смысл, конечно же, отрисовать его заранее и просто сделать его видимым, когда это произойдет. Таким образом, вот эта анимация того, что у вас открылся этот виджет, который, допустим, вы знаете, что он по-любому будет использоваться, то есть, ваш самый топовый продукт, отрендерите его заранее, сделайте его просто прозрачным где-нибудь за экраном, допустим, и покажите его тогда, когда вам надо. И вот эта операция, по-любому, попадет в нужный вам фреймрейт. Ну, в принципе, это то, что я сказала, что если у вас есть что-то, что вам надо показать, очень хорошая идея подготовить это заранее, а потом просто перенести это на экран. И также интересная такая штука, что в зависимости от того, как много всего вам надо отрисовывать, то пейнт тоже будет отрабатывать разное время. То есть наиболее оптимальный вариант, когда у вас репейнт происходит по одному тому элементу, который вам нужен, а не по всему скрину, и вот эту грань иногда бывает тяжело отследить, потому что порой вам может казаться, что у вас происходит отрисовка только какого-то одного элемента, но на самом-то деле оно все равно будет делать репейнт всего, что происходит на экране. Поэтому очень важно пользоваться профайлером, причем в данном случае не обязательно даже профайлером, а можно просто включить подсветку того, как происходит пейнт, и вы сразу увидите, что что-то пошло не так, и так у вас перерисовывается вся страница. Это то, что касалось пейнта. И у нас остается композит. Что касается композита, он занимает не очень много времени, он, в принципе, работает достаточно оптимально и хорошо. Единственное, что, как я уже сказала чуть ранее, если вы создаете много слоев, то вы можете повлиять на перформанс вашей страницы уже не за счет того, что происходит рендеринг, а за счет того, что вы забрали слишком много ресурсов на обработку всех этих слоев. Поэтому всегда стоит задумываться над тем, а что же для вас важнее, чтобы ваша кнопочка была в отдельном слое, или чтобы у вас быстро все отрабатывало и не было расхода лишних ресурсов. Поэтому тут тоже стоит задумываться. Если вы видите, что, допустим, у вас есть какое-то меню, или у вас есть какой-то виджет, который всегда находится в одном месте, и что бы ни происходило с страницей, вы все равно не собираетесь его двигать, и он работает сам по себе, но при этом при подсветке бордеров разных слоев вы видите, что оно не вынесено в отдельный слой, то, возможно, вам стоит вынести его в отдельный слой и работать с ним как с отдельным виджетом, потому что в таком случае, если у вас надо будет сделать репейнт всей страницы, то репейнт виджета вам делать не надо будет, потому что на нем ничего не поменялось, он находится на другом слое. И так же самое, если вам надо будет его скрывать, показывать или выдвигать, вот как те же самые меню на мобильных девайсах, они выдвигаются, у вас не будет происходить на каждый этап анимации репейнта, у вас будет всего лишь происходить его композит, так как по факту свои отрисованы, вы просто их чуть-чуть двигаете, и это займет намного меньше времени. Да, и создать этот новый слой вы можете с помощью viewchanger. Очень удобный вариант, вы просто помечаете что-то, как то, что вы планируете это менять, и указываете, какой именно пропорти вы планируете менять, и таким образом браузер поймет, что это нужно вынести в отдельный слой. Может, есть вопросы какие-то? Ой, я посмотрю, что-то написали. Есть какие-то вопросы? Да. Замечательно. Я вот думаю, что у нас там по времени осталось. Хорошо. Я просто не знаю, будут ли сегодня какие-то аплеты, поэтому, в принципе, запуханное время у нас чуть есть. Если хотите, я могу показать, как сам профайлер выглядит вживую, и посмотрим чуть-чуть, как она работает. Если у кого-то есть желание. Хорошо. Пока мы в презентации, хочу сразу сказать, что потом вы сможете на конференции найти эту презентацию, и тут есть пару ссылок на то, чтобы подробнее ознакомиться с тем, как все происходит. И есть даже курс на Udacity, там, где очень такие веселые ребята рассказывают, что и как происходит с оптимизацией. Там можете найти много всяких практических примеров того, допустим, как же вам ваш код разбить на вот эти вот маленькие чанки по 4 секунды, или как же ваш код правильно вынести в Worker, чтобы это таки дало результат, и другие разные там варианты, как вам переписать селектор и так далее. То есть, ну, вот все эти темы, которые мы чуть затронули, у них есть примеры того, как же вам на практике попробовать это сделать. Единственный минус, они используют еще старые DevTools, но, в принципе, вы всегда можете вернуться к моей презентации, посмотреть, где вам что найти, потому что места поменялись, но смысл остался тот же самый. То есть, можете, как минимум, не сильно вникать на то, как они говорят, где вам в таймлайне это искать, но брать задания и пробовать их делать на примере новых DevTools. Я у них позаимствовала ссылочку на один такой очень-очень лагающий пример. Да, в принципе, если кому-то уже хватило, я не обижусь, если вы будете отконнекчиваться. Если кому-то интересно смотреть, как же выглядит этот профайлер вживую, то сейчас мы это все посмотрим, потому что ребята в room'е сказали, что они хотят. Вот, это все не я. Но если у кого-то дальше митинги и вы очень торопитесь, то, в принципе, это все вы можете попробовать сами потом на основе того, как это описано в презентации. Таким образом, мы заходим на Performance. Мы можем сразу включить в себе, что мы хотим использовать Paint, и нам не нужно делать скриншоты, но мы можем посмотреть на Memory. Таким образом, мы нажимаем Start Recording, мы делаем какой-то экшн, который слегка притормаживает, но в принципе работает, и мы стопаем Recording. И, в принципе, мы с собой анимацию, потому что она потом убивает браузер. Вот, и это то, что вы увидите. У-у-у, кстати, у них Memory Leaky. Вот, то, чего не было, в принципе, в презентации, но то, что я чуть показывала, то, что вы можете тут еще и память профайлить, и вот видите вот эти спады, такие горочки. Это как раз те места, где у вас отрабатывал garbage collector при этом, и мы видим, что он почистил нам все не в ноль, а до какого-то определенного этапа, и этот этап каждый раз чуть-чуть поднимался все выше и выше, и это как раз и значит, что, скорее всего, у нас что-то не так с памятью, а чем больше у нас будет не так с памятью, тем больше будет работать горочковый ректор, и он может съедать в наше время для рендеринга. Поэтому... А ты как-то отследится на место, где вы просто? Да, вот я кликнула на это место, где это... А, ты имеешь в виду про Memory Leaky? Я бы сказала, это типа отдельная презентация, потому что это достаточно много, то, что тебе надо делать, это анализировать хип-снапшоты между вот этим местом и вот этим местом, смотреть, что там осталось разницы, потому что, по идее, должно быть то же самое. Вот. Как же у нас это все работает? Мы видим, что тут много всяких данных, оно как все сплошное, все непонятное, но мы можем это все призуметь настолько близко, насколько нам это захочется сделать. Я бы даже сказала, что еще можно чего-нибудь. Таким образом, мы видим, что вот у нас происходит animation frame. Вызывается какая-то функция, мы можем перейти, посмотреть, что же это за функция, и мы видим, что это некий апдейт. И именно этот апдейт вызвал пересчет стилей, paint и композит. Причем очень большой композит. Вот. Тут что-то явно пошло не так. И снова-таки по каждому этому элементу мы можем смотреть, что именно происходит, как оно было, то есть что, зачем происходило. То, что касается именно paint профайлера, мы видим, что я записала это все с возможностью смотреть в paint профайлере, который тоже представляет из себя такие вот ячейки. Мы можем смотреть, что где отрисовывалось. И видим, что не сразу все отрисовывается, оно отрисовывает все по частям, а это значит, что сейчас у нас очень много слоев, которые отдельно прорисовываются. И каждый этот кусочек идет отдельным слоем. Именно поэтому у нас такая проблема с композитом, поэтому он так долго отрабатывает, потому что у нас очень много слоев, которые ему надо разместить. И, в принципе, если кому-то интересно, то вы можете посмотреть, что тут происходит, какие методы отвечают за прорисовку чего-то на вашем экране. Вот. Как я сказала, для этого всего лишь надо выбрать тот paint, с которым вы хотите работать, и посмотреть по нему информацию. То есть если у вас есть еще какой-то paint, вы можете отмотать это до него и посмотреть информацию уже по нему. вы видите как результат за все, так и результат, допустим, за кусочек времени отработанного. И, как мы видим, всего этот paint занял 100 миллисекунд. То есть мы уже никак не влезли в наш фрейм. Вот тут вот вы видите графу frames. Вы можете навести сюда и посмотреть, что сколько отрабатывало, то есть какой фрейм сколько занял времени. И вот мы видим, что сейчас он занял 45 миллисекунд, и это 22 фпс. То есть мы не вложились в 60, нам явно надо что-то улучшать. А именно компьютер. Вот. Можно что-нибудь еще показать? Есть какие-то вопросы? Если вы не сказали, как вы видите, то, что было в новом виде, о каком масштабе? Ну, это идет по времени, по горизонталу, а то, что будет происходить? Вниз тут разные на самом-то деле есть штуки. Можете посмотреть. Но, в принципе, основное, что там есть, это вот как раз то, что находится в мейне, потому что это и есть вот то, что происходит. То есть тут можно посмотреть скрипты, можно посмотреть, как был перерасчет по времени. Кстати, можно же и summary посмотреть. что, сколько заняло по времени. То есть, а то просто разный. Ну, тут такой линейный вариант. Поэтому именно... А, вот. Вот тут вот. Мы видим. Можно посмотреть. Мы видим, оно идет вниз. Это и есть как раз, что вызвало что. То есть, в данном случае ты видишь, что сначала у нас был вот этот вот renderAnimationFrame вызван и передавалась к нему какая-то функция. Мы уже посмотрели, что это за функция. Эта функция просто вызвала некую другую функцию, которая является update, которая вызвала makeTransform. То есть мы видим, что к чему привело. Поэтому они так чуть-чуть постаркались. А так они все идут на одном уровне. Вопросы? Вопросы?